Так и закончился второй сезон Дома Дракона. Хоть финал и не был наполнен масштабными битвами, он остался верен теме всего сезона и был больше сосредоточен на подготовке к грядущим сражениям в третьем сезоне. Алисента берет контроль, Дэймон видит свое будущее и судьбу потомков, а затем мстит, осознавая, что может проиграть эту войну. Давайте разберем все, что можно вынести из финала сезона. Вот Дом Дракона, второй сезон, восьмой серия, объяснение концовки. Предупреждаю, видео содержит спойлеры. Алисента по сути начала войну в конце первого сезона, солгав о словах Визериса насчет Эйгона. И на протяжении сезона мы видели, как она проходит путь открытий и приходит к осознанию, что Корона — это то, что разрывает ее семью на части, то самое, о чем говорил Визерис, что Корона делает с теми, кто ее носит. Алисент лишилась всего, что составляла ее личность — Короны, места в совете, отца, уважение детей и даже уверенности в себе. Так что сейчас она совсем другой человек, чем в начале второго сезона. В прошлом эпизоде мы видели, как она покидает стены Королевской Гавани и входит в лес, где впервые за долгое время она просто остановилась и смогла подумать о том, что она собирается делать дальше. Мы видим, что она теперь далека не только от Эйгона и Дэймона, но и хочет быть рядом с дочерью Хеленой совершенно иначе. Хелена — единственная в семье, кого не испортила Корона. Хелена даже сказала, что была счастливее до того, как стала королевой, что резко контрастирует с ее братьями. Поэтому они с Алисент так похожи и близки. Она все еще ценит и уважает свою мать, а не на одной волне. Алисент поняла, что Хелена может стать жертвой в этой войне, когда Эймонд хотел отправить ее в бой на Грезопламени. Думаю, это и стало последней каплей, заставившей Алисент тайно поговорить с Рейнирой о возможности закончить войну без кровопролития по всему Королевству, но более прямым путем. Алисент сказала фразу, показавшую ее преображение. «Я наконец-то стала собой». Она также сказала, что хочет умереть незаметно и свободно. Она увидела, какую боль и страдания приносит жажда короны и власти, и больше не хочет иметь с этим ничего общего. Пару серий назад мы узнали о ее сыне, которого раньше не видели, Дейроне. Он преуспевал, что задело ее, ведь она его не растила. А дети, которых она вырастила, по сути, ввергли королевство в войну и враждуют друг с другом. Думаю, она хочет закончить войну мирно и вывести Хелену из города. Алисент пытается доказать, что может сделать добро и защитить ребенка даже ценой головы другого. Всю жизнь Алисент контролировали другие, особенно отец, а недавно Эйгон и Дэймон. Теперь она поняла, что может жить по своим правилам и принимать решения для своего блага. То, что она была готова позволить Рейнире претендовать на голову сына, прикованного к постели в худшем состоянии за всю его жизнь. Это показывает, что она теперь ценит спасение жизней многих, а не жизнь одного, о ком заботиться, но кто имеет разрушительный настрой. То, что она рискнула быть обнаруженной Эймондом, показывает, что это был почти последний шанс, и она была готова умереть за мир в королевстве и ради своей семьи. Алисент сказала Рейнире, отправится в Королевскую Гавань, когда Эймонд будет в битве, заставить стражу присягнуть и стать завоевателем. План убийства Эйгона был ключевым, но его там нет. Интересно, как это повлияет на Алисент. В этом эпизоде Рейнира была сильнее, чем когда-либо с момента бегства на драконий камень. У нее было шесть драконов, потенциально семь с демонами, и она просто смотрела на убийцу своего сына в конце первого сезона. Она имела полное право нанести удар первой, и у нее были возможности и средства для этого. Однако это привело бы к гибели многих невинных жизней. Она хотела загнать зеленых в угол, чтобы из-за жертв среди невинных они были вынуждены уступить ради общего блага. Рейнира побеждала, поэтому предложение Алисент заставило ее задуматься, хотя она уже чувствовала, что выиграет эту войну. Это был способ получить свое поправу, не убивая множество людей. Сейчас трудно предсказать ее действия, но на пороге Большой войны у нее есть происходит на суше, в воздухе и на море. План Элисон вряд ли будет успешно реализован. Воссоединение Рейнира и Дэймона – момент, которого все мы ждали. Саймон Стронг послал весть Рейнире, думая, что Дэймон предаст ее, но на самом деле его видение было тем самым, что заставило его присягнуть ей на верность и признать законной королевой. О видениях Дэймона поговорим позже. Время на экране. Теперь с семью драконами под ее крылом, армией, поддержкой жителей столицы и повелителем приливов. Рейнира – сила, с которой нужно считаться, и интересно, какой подход она выберет дальше и будет ли он менее разрушительным. Сын за сына – вот чего она хочет, и с разрешения Элисон. Но теперь, когда Эйгон исчез, то, что ей было нужно, и устранение оппозиции не будет для нее доступно. Мне нравится, что ситуация во всем королевстве может пойти в двух разных направлениях прямо сейчас. И эти направления определяют две женщины, беседующие наедине, пока остальные готовятся пожертвовать жизнями. Эймонд. Когда Эймонд бежал на Вхагаре в конце седьмой серии, боясь черных и поняв, что впервые в жизни он не имеет преимущества, просто владея Вхагаром, он по сути повел себя как капризный ребенок, подобно Эйгону. Он действовал эмоционально, сжег острие до неузнаваемости, убивая невинных ради ощущения власти. Эймонд проявил себя стратегом в военном деле, что показало хрупкость его психики и то, как он может реагировать на вызовы. Даже то, что он чувствовал необходимость заставить Хелену встать на его сторону и взять Дримфайр в бой, показало его отчаяние. Грубое обращение с ней выдавало его страх и отчаяние, черты, которые мы раньше не видели в этом персонаже. Главное различие между сторонами сейчас и впервые между Эймондом и Дэймоном столь похожими, их взгляд на происходящее. Оба всегда считали себя главными игроками в игре, но после увиденного Дэймонд обрел новый взгляд и осознал, что он лишь малая часть грядущих событий, тогда как Эймонд все еще видит себя главным героем. Хелена также делится некоторыми горькими истинами с Эймондом, сказав, что знает о его поступке с Эйгоном, что он умрет и Эйгон снова станет королем. Она рисковала, но Эймонд лишь сдерживал слезы. Эймонд стал таким же разрушительным, как Эйгон в начале сезона. Жажда власти губит его, как и всех, кто пытается носить корону. У Эймонда не осталось союзников, ни сестры, ни матери, ни брата Эйгона, которого он предал. Он совсем один. Эйгон отошел на второй план, но в этой серии его роль оказалась важной. Когда Ларис рассказал о новых всадниках Рейниры, он лишь спросил, какой во всем этом смысл. Это показало, что его взгляд на вещи изменился из-за его состояния. Он чувствовал, что война закончится, даже не начавшись. В этом сезоне он нашел союзника в Ларисе Сильном, но их связь укрепилась, когда Ларис увидел себя в поведении Эйгона из-за их общей деформации. Ларис убедил Эйгона бежать из-за угрозы от брата, который мог убить его при первой возможности. Последний раз мы видели Эйгона, когда он ехал в Эсос в повозке, переодетый, чтобы исцелиться и вернуться, когда война закончится. Это чтобы потом претендовать на то, что он считал своим по праву. Путь Дэймона в этом сезоне был довольно скучным, и думаю, многие чувствовали то же самое. Однако в финале мы увидели, что это того стоило. Дэймон отправился в путешествие самопознания, решая, предать ли Рейниру и попытаться самому претендовать на Железный Трон, чего он всегда желал. Элис была персонажем, раздражавшим не меньше Дэймона, но она чувствовала, что он готов увидеть видение в Богороще. Именно здесь у Дэймона было видение, и он увидел все, что произойдет в будущем, и познакомился с Песнью Льда и Пламени. Здесь он увидел, как Рейнира восходит на Железный Трон, и его взгляды изменились. Он также увидел Трехглазого Ворона, Белого Ходока и Надвигающуюся Тьму, Мертвого Дракона, себя тонущим обещанную принцессу в лице Дейенерис Таргариен. В момент, когда ее три дракона вылупились из яиц, Рейниру на Железном Троне и неожиданно Хелену Таргариен, которая почти все объяснила ему и сказала, что он знает, что нужно делать. Что-то заставило его осознать, что их наследие выходит далеко за рамки их собственной жизни, и что Надвигающуюся Тьму победит только Объединенное Королевство. И когда его брат Король Визерис назвал Рейниру Королевой Севера, он... Теперь он чувствовал, что именно она сможет это осуществить. С Деймоном во главе армии в финале приятно видеть его прежним. Целый сезон он был погружен в себя, жаль, ведь мы знаем, как он важен для шоу. Надеюсь, в третьем сезоне мы увидим больше Деймона из первого. У Хелены всегда были видения о драконах, она предсказывала будущие события. В этом эпизоде она явилась Деймону в видении и предрекла Эрмонду смерть. Интересно, что арка Эрмонда снова отражала арку Деймона. Обоим люди с даром предсказали скорый конец и как он наступит. Эрмонду она сказала, «Ты исчезнешь в оке богов, и тебя больше не увидят». Что-то прямое и резкое, не как ее обычный метафорический подход. Внимание! Далее будут спойлеры к книге. 3-2-1. Эрмонд погибает в божьем оке, прилетев в Харренхол для боя с Деймоном. Ее переход от метафор к прямоте в видениях – важное развитие персонажа. Упомянув, что видела действия Эрмонда с Эйгоном, она показывает, что наблюдает за всем. Поэтому информация, которой она владеет, крайне важна. 2-2-гин-сир Кристен Коул. Эта сцена казалась недооцененной. С 4-м серии мы видим его изменения. Он никогда не избегал боя и не боялся, вступая в бой. Он увидел пепел и кости на поле битвы из-за дыхания дракона. Его взгляд на свои действия и куда он вел людей изменился. В финале Коул сказал, «Драконы танцуют, а люди пыль у их ног. Мы идем к своему уничтожению». Такой настрой опасен, ведь он фактически приветствует смерть. Увиденное в 4-й эпизоде потрясло его. Впервые он понял мощь драконов, способных уничтожить армию за минуты. Он столкнулся с войной, какой никогда прежде не видел. Кажется, мы видели, как он скорбит о своей любви к Алисент. Он скучал по ней, и протирка меча ее тканью символизировала это. В моем обзоре я отметил, что это был хороший эпизод. Хотя действия было мало, он словно готовил нас к чему-то. В третьем сезоне интересно было наблюдать за изменением динамики и предательством Алисенты, на которое она пошла. Учитывая, что она и ее отец посадили Эйгона на трон, развязав вражду, ревность Джейса выглядит довольно забавно. Очевидно, что сейчас он чувствует себя неполноценным, но мы еще не видели, как он проявит себя. Когда он сидит, дуясь и хмурясь, понятно, почему Ульф не проявляет к нему уважения. Интересно, что Рейна нашла дикого дракона. Если она его приручит, это усилит позиции черных. Восемь драконов – это безумие. Оценивая сезон в целом, не могу сказать, что он мне понравился так же, как первый. В этом году есть что-то в шоу, особенно летних, будь то «Медведь», «Пацаны» или это, где просто были сезоны, нацеленные на подготовку последующих. У этого сезона был свой характер, но некоторые сюжеты казались пресными. Линия Алисент оказалась для меня самой интересной. Ее история была очень близкой и по-настоящему человечной. Путь Эймона к власти и его одержимость троном тоже увлекали. Четвертый эпизод стал лучшим. Пик пришелся на середину, но сезон развил сюжет, что главное. Жаль, что ждать продолжения придется, вероятно, еще два года. Итак, это было объяснение финала восьмого серии второго сезона Дома Дракона.